Сегодня мы поговорим об атмосферном давлении. С одной стороны, идея атмосферного давления, когда нам про нее рассказывают, представляется достаточно естественной. Мы живем на дне воздушного океана, воздух имеет вес, притягивается к земле и поэтому давит своим весом на все, что находится под ним. Так же, как вода давит на дно сосудов, в которые она налита. Но с другой стороны, эта идея, наверное, вызывала и некоторые сомнения. Если воздух давит на нас, то почему мы это давление никак не ощущаем? Ну, с этим мы и будем разбираться. И вся эта история начинается с рассказа о неработающих водяных насосах. Одна из простейших конструкций насоса для подъема воды работает на всасывание. И вот перед нами ее модель. Здесь имеется трубка, опущенная в воду, а на верхнем конце трубки установлен поршень. И когда мы за него тянем, вода вслед за поршнем тоже поднимается вверх. И вот оказывается, и об этом написал Галилео Галилей в своей книге «Беседы и математические доказательства», что такой насос обладает одним существенным ограничением. Он не может поднимать воду выше, чем на восемнадцать локтей, что по-нашему составляет десять метров. И это не зависит от того, как будет устроен поршень, и какую толщину будет иметь трубка, будет ли она иметь большой диаметр, или мы будем поднимать воду по трубке узкой, как соломинка. И Галилей задается вопросом «Почему же так происходит?» На этот вопрос ответил ученик Галилея Эванжелиста Торричелли. Он рассуждал так. Водяной столб удается поднять до высоты десять метров, а затем он отрывается от поршня под действием собственного веса, и под поршнем образуется пустота. Тогда, если взять жидкость более плотную, чем вода, то ее отрыв от поршня должен произойти на меньшей высоте. Самая плотная доступная нам жидкость – это ртуть. Ее плотность в 13,6 раза больше плотности воды. Тогда предельная высота подъема ртути должна быть в 13,6 раза меньше, чем у воды, что составляет 76 см. Мы были бы рады показать вам опыт Торричелли со ртутью, но в наше время достать ртуть не так просто, поэтому мы воспользуемся видео, которое снято нашими предшественниками. Для этого опыта надо взять метровую трубку и заполнить ее ртутью до самого верха. Дальше открытый конец трубки закрывается пальцем, трубка переворачивается, опускается в сосуд со ртутью и устанавливается вертикально. И мы видим, что ртуть частично вытекает из трубки в сосуд, так что под запаянным сверху концом трубки образуется так называемая Торричеллива пустота. В этом опыте столбик ртути установился на высоте в 75 см. Торричелли объяснил свой опыт так. Мы живем на дне воздушного океана, окружающего Землю. Столб земной атмосферы давит своей тяжестью на поверхность ртути в чашке и по закону Паскаля выдавливает ртуть внутрь трубки. Поэтому ртуть удерживается в трубке на таком уровне, чтобы своим давлением уравновешивать давление наружного воздуха. И отсюда мы можем найти величину атмосферного давления, ведь оно равно давлению ртути РОЖН, где РО – это плотность ртути, а Н – высота ее столба. Плотность ртути составляет 13600 кг на метр кубический, Ж равно 9,8 м в секунду за секунду, высота столба ртути – 75 см. Перемножаем эти числа и получаем 100 000 паскалей или 100 кПаскалей. И вот эту единицу 100 кПаскалей для атмосферного давления используют физики. Метеорологи в своих сводках и прогнозах погоды продолжают пользоваться традиционными миллиметрами ртутного столба, 100 кПаскалей – это 750 мм ртутного столба с хорошей точностью. Химики говорят о таком же давлении, как о давлении в один бар. А еще есть такие единицы, как физическая атмосфера и техническая атмосфера, которые от этого одного бара отличаются незначительно. И, например, когда речь идет о давлении в колесах автомобиля, то это технические атмосферы. Ну и вот мы пописали разные числа, а теперь надо представить себе о каких реальных величинах давления идет речь. Ну вот, например, представьте, моя ладонь. Ее площадь, ну это где-то один квадратный дециметр. Теперь вообразим, что здесь на этой ладони сверху находится столб ртути высотой 75 см. Объем этого столба это 7,5 литров. Плотность ртути 13,5 килограммов на литр. Ну и поэтому масса ртути это 100 килограммов. Представьте, что я держу на ладони 100 килограммовую гирю. Вот такое давление атмосфера по нашим расчетам на ладонь оказывает. Ну а почему я его не чувствую? Кто-то может сказать, наверное, потому что по закону Паскаля и снизу атмосфера на руку тоже давит. Ну почему тогда атмосфера мою руку не расплющивает? Ну и соответственно закрадывается некоторое сомнение и хочется спросить, а правда опыт Торричелли показывает атмосферное давление? Или может быть он показывает что-то другое? Здесь для убеждения нужны еще какие-нибудь опыты. Мы взяли два чугунных полушария, в одном из которых имеется кран. Кран резиновым шлангом соединен с воздушным насосом. Фланцы полушарий смазаны вазелином. Плотно прижмем полусферы друг к другу и включим насос. Теперь снаружи полушария прижимаются друг к другу давлением атмосферы, а внутри шара давление воздуха очень мало. Этот насос весит несколько килограммов. Подвесим его к полушариям. Полушария остаются прижатыми друг к другу. Вот как велика сила атмосферного давления. Впервые такой опыт сделал в 1654 году изобретатель вакуумного насоса бургомистер немецкого города Магнебурга Отто фон Герике. Он взял два медных полушария диаметром 40 сантиметров, проложил их кожаной прокладкой, смазанной салом и откачал из пространства между ними воздух. Полушария прижались друг к другу с такой силой, что двум восьмеркам лошадей не удалось их разорвать. Для следующего опыта возьмем резиновый коврик с ручкой посередине. Смотрите как легко, без усилий он скользит по гладкой поверхности стола. А теперь подтянем коврик за ручку вверх и стол оторвался от пола. Обратите внимание, ручка вместе с центром коврика приподнялась над поверхностью, а остальной коврик наоборот, плотно прижался к столу. Когда мы тянем за ручку, по центрам коврика образуется полость, в которой практически нет воздуха. А мягкие резиновые края коврика прижимаются к столу атмосферным давлением. Получаются своеобразные магнебургские полушария. Еще одно доказательство того, что ртутный барометр Торичелли показывает именно атмосферное давление, а не что-либо иное, предложил Блес Паскаль. Если атмосферное давление определяется весом столба воздуха над нами, то на вершине горы это давление должно быть меньше, чем у ее подножия. Паскаль попросил своего зятя подняться на вершину горы перед дом высотой 1,5 км. И тот увидел, что столбик ртутного барометра опустился при этом подъеме на 8 см. А теперь настало время заключительного вопроса. Я возьму стакан с водой, листок плотной бумаги, накрою стакан сверху, а теперь переверну стакан и вода не выливается, удерживаемая листком. Обычно этот опыт объясняют так. Снизу на бумагу давит атмосферное давление, оно и прижимает ее к стакану. Но посмотрите, ведь внутри у нас тоже есть воздух. И этот воздух, наверное, тоже находится под атмосферным давлением. Почему же вода удерживается? Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. Субтитры сделал DimaTorzok